Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология Прошлое. Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. Сегодня у нас разговор об очень трудном, тяжелом прошлом. Сто лет назад, весной и летом 1921 года, советская власть жестоко подавила крестьянское восстание в Тамбовской губернии. Было использовано химическое оружие против мирного населения, были концлагеря, были расстрелы заложников. Какая память осталась в России сегодня об этом событии? И какая для этого преступления необходима юридическая оценка? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко. Восстание в Тамбовской губернии стало одним из крупнейших народных выступлений в России против коммунистов. Оно вспыхнуло стихийно в августе 1920 года, когда в нескольких селах крестьяне отказались давать хлеб и разоружили продоотряд. За месяц возмущение охватило сразу несколько уездов губернии, а численность восставших достигло 15 тысяч человек. Его возглавили георгиевский кавалер-поручик Петр Токмаков и бывший СССР Александр Антонов. Восстание начало выходить за локальные рамки, находя отклик в пограничных уездах соседних Воронежской и Саратовской губерний. В начале марта 1921 года была образована полномочная комиссия Всероссийского центрального исполнительного комитета. С закончившихся боевых действий начали снимать воинскую технику, включая артиллерию и самолеты. Всю губернию поделили на шесть частей с чрезвычайными органами власти, политкомиссиями. Восстание было подавлено частями Красной Армии, которыми командовал Тухачевский. Помимо техники и авиации против повстанцев были применены отравляющие газы. К концу июня 1921 года восстание было в основном подавлено, а борьбу продолжали отдельные группы повстанцев, которые перешли к партизанской тактике. В чем была специфика Тамбовской области? На что рассчитывали повстанцы? И каково было число репрессированных и погибших в ходе восстания и после его подавления? Обсуждаем эти вопросы с нашим сегодняшним гостем, историк Павел Аптекарь. Много в разных местах писавшие о Тамбовском восстании. Я так понимаю, Павел, что для вас это особо какая-то близкая тема? Для меня это часть большой крестьянской войны, которая развернулась на территории всей практически России с 1918 по 1921, где-то с захватом даже с 1922 годов и закончилась только уже после того, как советская власть не декларативна, а реально вела НЭП и отменила наиболее ненавистные крестьянству аспекты политики военного коммунизма в деревне. Это не только разверстка, но и массовая мобилизация, массовая трудовая повинность, взятие каких-то работников и рабочего скота на подвоз дров и там расчистка железнодорожных путей, например. А кроме Тамбовского какие еще были крупные? Потому что всех на слуху Антоновское восстание. Антоновское восстание, оно наиболее яркое, наверное, ну то есть оно прошло через все там даже советские учебники истории, потому что оно относительно недалеко от, ну то есть это в самом центре страны. На самом деле по охвату территории и даже там по числу участников западно-сибирское восстание, которое вспыхнуло в феврале-марте 21 года, оно по масштабу побольше, особенно по охвату территории. Там тоже самое проблема зерно, да? Забор зерна. Ну да, это продразверстка и трудовая повинность. Ну и плюс, так сказать, методы, там, притом применявшиеся. Опять же, в принципе, изначально разверстка это уже 19-й год. И, в принципе, разверстка это шаг вперед по отношению к вот этому объявленному Лениным летом 18-го года крестовому походу за хлебом, когда отбиралось абсолютно все. По идее, разверстка это изъятие какой-то части зерна в пользу государства, остальным крестьянин, по идее, мог распоряжаться. Другое дело, что в 19-м... Эта разверстка исчислялась из урожая 16-го и 17-го года, а уже к 19-му году ресурсы крестьянских хозяйств были сильно истощены. Ну и так понимаешь, что требования восставших, вот читая материалы Антоновского восстания, они в какой-то момент далеко превосходили. Нет, разумеется, это была уже политическая программа, это вот в том числе, в отличие от Кронштадта, это и созыв учредительного собрания, программа Союза трудового крестьянства, она это предусматривала. Но это логично, потому что Тамбовская губерния, это была губерния, где была сильная партийная организация СССР, и где СССР, в общем, с разгромным счетом победили большевиков на выборах в учредительное собрание. То есть это нужно считать уже полноправным политическим восстанием, политическими требованиями. Это вполне политическое восстание, но надо понимать, что в Тамбовской губернии было неспокойно с лета 18-го года, там регулярно было неспокойно. То есть периодически там, значит, это волна первая, это лето 18-го года, это вот следствие крестового похода за хлебом, затем это осень 18-го года, это следствие мобилизации в Красной Армии и попытка сбора чрезвычайного налога с буржуазии 10-миллиардного. Затем это май-июнь 19-го года, это восстание против мобилизации в Красной Армии, то есть это такая зеленая волна, так называемая, которая поразила практически всю центральную Россию. Но, так сказать, надо, большевики должны поблагодарить командование Белой Армии, которое своей непоследовательной и невнятной аграрной политикой, оно толкнуло крестьян обратно в объятие большевиков, и эта зеленая волна влилась в ряды Красной Армии и сломила сопротивление Белой осенью и зимой 19-го года. Вы упомянули Кронштадтское восстание, март, да, 21-го года, и то, что объединяет с Тамбовским восстанием, это фигура Тухачевского, который, собственно, усмиритель и того, так сказать, расстрел и Кронштадта, и Тамбова. Я бы сказал, что Каратель. Каратель. Причем, фактически, он был послан, после, так сказать, познаменитого своего поражения с поляками, он гораздо больших успехов давился в борьбе с собственным народом. Так оценивать Тухачевского как исключительно, так сказать, заслужившего почести на внутреннем фронте нельзя. Все-таки именно пятая армия Тухачевского разбила Колчака под Челябинском. Нет, ну да, естественно, и потом 30-й он был, так сказать, реформатором армии крупной. Опять же, он командовал Кавказским фронтом, который сбросил добровольческую армию Деникина в Черное море. Не застал его эвакуироваться в Крым. В любом случае, запоминается он все-таки вот этими двумя военными преступлениями. А это можно называть что это? Военные преступления, геноцид. Я помню, кстати, что интересно, Мединский 10 лет назад, в 11-м году, требовал признать расстрел Тамбовского восстания геноцидом русского народа. Никто иной, как Мединский. Молодец какой. Не, ну на самом деле это, ну как, это следствие антикрестьянской политики большевиков, которые крестьянство не понимали и опасались. Вот, и когда, значит, Троцкий вообще писал, что крестьянство это навоз и почва для пролетариата, на которой вырастет пролетариат, а Ленина называл мелкого хозяйчика деревенского, то есть крестьянина, врагом хуже Корнилова и Дутова. Вот, исходя... Ну, затем, поскольку... Ну, иметь врагом хуже Корнилова и Дутова практически 9 десятых населения страны и управлять ей довольно сложно. Поэтому большевики вынуждены были время от времени идти на какие-то компромиссы и послабления крестьянству. И, ну вот, если говорить об итогах войны, то, в общем, ну где-то крестьянство, наверное, в ней... В 21-м году по итогам отмены военного коммунизма, оно в ней победило, поскольку, значит, были отменены и, значит, и частное землевладение, и помещище, оно было смятено, были смятены Толыпинские хутора практически, и все, вот эта вот страна Муравия... Вернулась обратно в свое общинное состояние. Она, да, она вернулась в общинное состояние, к которому она там пребывала, не знаю, до тысячи... Ну, если не до 1861 года, то там, ну, до конца 80-х, наверное, годов, 19-го... Но все же какой-какой жертвой, какие жертвы крестьянству были принесены в этой войне? Потому что, я думаю, что наши зрители и слушатели отчасти, наверное, знают, но еще раз, читая те документы про разгром Антоновского восстания, просто волосы встают дыбом. Павел принес здесь несколько документов, в частности, приказы Тухачевского, где, так сказать, из 7 пунктов 5 из них кончаются расстрелять старшего работника семьи. Ну, слушайте, там до Тухачевского было все довольно неплохо, ну, так, все было нормально насчет жестокости. Вот, это приказ еще сентябрьский, ну, то есть, с самого начала подавления восстания, вот, например... Сентябрь 20-го. Да. Значит, энергичным наступлением через Кензарь, значит, одно из сел, овладеть селом Коптево, конфисковать весь скот, отобрать инвентарь, хлебные припасы и вообще продовольствие, все это отправить на подводах в Сампур, ну, это станция железной дороги, для погрузки в Тамбов, зажечь село Коптево с четырех сторон, самим же отойти в Кензарь и ждать дальнейших распоряжений. Ну, то есть, да, то, что мы про Хатынь слышали, это фактически применяется, собственно, со своей же Красной Армией. Это, надо сказать, ну, надо понимать, что это была жестокая гражданская война с обеих сторон, да, то есть, это была полноценная гражданская война. Насколько она жестока была со стороны антоновцев? Все-таки я считал, что у них, по крайней мере, не было такого технического арсенала, там, не знаю, пять пулеметов какие-то, я читаю, два орудия. И вот, если учесть эти 120 тысяч человек, то техническое вооружение... Ну, 120 тысяч человек не было. У Тухачевского разве не было 120 тысяч? Нет, слушай, больше 60 тысяч не было никогда. Но все равно там было, не знаю, 20 самолетов, пара десятков танков. Это было серьезно. Нет, броневиков все-таки, это не танков. Ну, вернее, бронемашин, да. Бронемашин, конечно. Там всего было, наверное, дай бог, в Красной Армии. Ну да, в тот момент еще, да, да. Что к 20, это хорошо, если они были. Ну, бронепоезда, там, пять бронепоездов было. Слушайте, ну, что бронепоезд? Что такое бронепоезд против крестьянина? Да, там, крестьянин спрятался в лесу, и что он будет старый? Хорошо, химическое оружие, насколько это что было, акции устрашения? Насколько важно было, ведь я понимаю, что оно применилось уже в момент практически окончательного разгрома, восстания. Ну, смотрите, вот говорить, что отравляющие вещества и химическое оружие, ну, вообще, применение химического оружия сыграло какую-то решающую роль, это совершенно неправильно, да. Это скорее было для морального воздействия. И, опять же, скажу, что я сталкивался с эпизодами, когда ограниченные порции, какой-то комплект химического оружия использовали колчакцы для борьбы с сибирскими повстанцами. Ну, вот это называется, что называется, чтобы попугать, да. Вот. Что касается Тамбовской истории, да, значит, первоначально туда перебросили хлоровые, баллоны с хлором. Причем это по распоряжению в ЦИК, как я понимаю, здесь не только Тухачевский, это... Нет, нет, это было распоряжение, то есть, это рассматривает, то есть, Тухачевский пригрозил, вот, через, примерно через неделю полномочная комиссия в ЦИК по борьбе с монетизмом собралась, это был 19 июня. Вот. И, значит, распорядилась применять химическое оружие только при полной безопасности, так сказать, для персонала, газопускающего, вот, и при полном обеспечении успеха, да. Значит, надо понимать, что пускание дыма из баллонов, оно, значит, требует очень высокой, достаточно высокой квалификации... Хорошего ветра в сторону жертвы, да. Хорошего ветра, да, и достаточной квалификации вот этой химической команды. Но в итоге-то снарядами полили. В итоге, да, в итоге применили химические снаряды, значит, это, ну, вот, я, по крайней мере, встречал три эпизода, то есть, это эпизод, это батарея белгородских курсов, это август уже 21-го года, то есть, уже, там, такие последние сполухи, вот. Вот, и два раза, вот, я наталкивался, что, там, батарея 14-й кавалерийской бригады использовала, кажется, 100 снарядов, вот, и 200 снарядов использовала батарея Заволжской стрелковой бригады. Количество жертв можно оценить этой химической атаке? Слушайте, ну, кто, как, кто, кто это считал, вот, я донесений не видел. Я думаю, что, скорее всего, это было, вот, с целью, вот, как-то, как-то, во-первых, устрашение, ну, и чтобы, там, действительно, если кто-то есть в лесу, да, вылезут. Я не знаю, вот, я, так сказать, донесения, то, что там нашли в лесу, там, условно, 200 трупов повстанцев или, там, их семей, там, которые бежали из, там, деревни, я на такие документы не наталкивался. Возможно, кто, тамбовские историки и краеведы знают эту, ну, вот, собственно говоря, результаты лучше. Ну, вот, как раз тамбовского историка мы послушаем после небольшой паузы. Программа «Археология. Прошлое». Продолжаем вспоминать подавление тамбовского восстания, крестьянского восстания в Тамбовской губернии, которое произошло весной и летом 1921 года. Какую память оно оставило по себе? Об этом вспоминает Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственно-технического университета, доктор исторических наук. В разговоре с Антоном Сергеенко. Интерес стороны ученых, он велик. Продолжать оставаться, поскольку не все точки над «бит» в этой проблеме расставлены. Если говорить об общественной реакции, то она тоже весьма значимая. Как вы верно сказали, в неоднозначности отношение к мемориализации Антоновского восстания с похищением, восстановлением и последующим опять ликвидацией закладного камня на набережной близь к Казанскому монастырю. Неоднозначность, на мой взгляд, трактуется тем, что тема в свое время была жестко идеологизирована, в отсутствие научных объективных исследований, когда восстание тамбовских крестьян трактовалось как исключительно антикоммунистическое, бандитское движение. И в отношении к Кантонскому восстанию, как говорится, крайность исходится, если отношение местных коммунистов понятное. Они объясняют это тяжелым экономическим ситуацией и невозможностью, помимо как развертывающих мер, осуществить спасение коммунистической идеи, то власть, поддержающая губернский, который также, на мой взгляд, очень осторожно относится ко всем шагам, связанной с культурализацией изучения и какой-то формой меморализации нашей памяти о этом восстании, я думаю, что это прежде связано с прагматическим таким осторожностью в плане потенциала народного протеста. Вот вблизи того места, где я живу, буквально в конце прошлого года на одном из гаражей появилась надпись «100 лет о Тамбовском восстании». Буквально неделю это была надпись, и явно это было не запланировано, неофициально, это какие-то местные активисты, но ее заморали, оставили только 100 лет, без указания, чему же эта надпись посвящена. Это тоже, на мой взгляд, отношение местных властей к этому событию. Профессор Владимир Безгин, профессор Тамбовского государственно-технического университета в разговоре с Антоном Сергеенко. Действительно, Павел, да, удивительный случай. «Сто лет Тамбовское восстание затерли, осталось 100 лет». Почему так боятся памяти о Тамбовском восстании? Что это что, приведет к новому Майдану или что? Слушайте, ну, такая мемориальная историческая политика нашей сегодняшней власти, она такая, ну, то есть, это попытка доказать, что государственная власть, там, будь это царь или советская власть, она вела всегда правильным курсом к великим достижениям. А тут такой феномен массового движения, причем это же все-таки, ну, это не пугачевщина, да, это, там, какие-то, там, четкие совершенно политические, то есть, это не просто, там, крестьянское восстание, там, из-за голода, и, там, из-за голода, да, хотя из-за голода тоже. Потому что, ну, надо понимать, что, если бы вот эта противоразверстка была бы реализована в том масштабе, который ее хотели реализовать, крестьяне, ну, вот им оставалось умереть от голода, да, вот, при том остатке продуктов, который у них оставался. То есть, у них было умереть от голода или от пули? Да, или от пули, да. Они предпочли вот от пули. И взяли эсеровский лозунг «в борьбе обретешь ты право свое», а под этим лозунгом шло Тамбовское восстание. Как раз очень интересно, вот, это, причем, доклад, это полномочная комиссия, рефтрибунал и командование Орловского округа, которое исследовало причины, значит, такого длительного восстания в март, это март 21-го года, и они пишут, неумелые, жестокие приемы губчика преподавления, нетактичные, меры по отношению к колеблющемуся крестьянству, всколыхнули массы и дали противоположные отрицательные результаты. Банда не была окончательно ликвидирована, рассеялась и затем постепенно разрасталась, достигая внушительных размеров, с каждым годом, с каждым днем распространяясь по губернии. Классово-куладский состав населения южных уездов, недовольных советской властью, неблагоприятные условия недорода и засухи создали весьма благоприятную почву для развития движения. Продовольственная компания в Тамбовской губернии не носила нормального характера. Советская власть ей нужен был хлеб, а брали не там, где он лежит, а там, где близко. До Сибири они еще не дотянулись, продовольственные органы советской власти, в Павловске назревал голод, там тоже был недород достаточно серьезный, который потом 21-22-го, великий голод и вызвал. А до Сибири и до Северного Кавказа они еще, где хлеб был, они дотянуться не могли. И вот это было результат. И ближняя, причем она же тогда была больше, Тамбовская губерния, она получит не вдвое больше. Да, она включала часть нынешних южных районов Рязанской области, часть нынешней Мордовии, часть там северо-востока Воронежской области, потом часть Липецкой нынешней области. Ну, короче, почти как Якутия вообще размером такая. Она реально в два раза больше, я смотрел, она в два раза больше, чем нынешняя Тамбовская. И, кстати, а то, что ее перерезали, потом разгромили, это тоже часть последствий Тамбовского восстания? То, что ее раздали по другим областям? Вполне возможно, да, потому что создали себе репутацию такой очень беспокойного региона. Ну, вы знаете, память жива, вот я тоже сейчас готовюсь, я нахожу постоянно диссертации исследования тамбовских историков. Вот у нас тамбовский историк, там очень сильная местная идентичность. Да, там Сергей Есиков, очень хороший, потом Владимир Славович, там целый ряд. Потом надо понимать, что, опять же, это же, ну вот, она же распространялась не только на Тамбов, но и на соседние, опять же, губернию, там, Воронежскую. Там ряд уездов, другое дело, что они там, Воронежский, этот руководитель Иван Колесников, там, кстати, активно участвовавший в гражданской войне на стороне красных, значит, он на соединение с Антономом не шел, потому что, в общем, боялся, что, ну, не хотел подчиняться, в общем. Да. Так, был, хотел быть сам по себе. Вот. И таким образом, вот, это восстание, оно, да. Вот. А то, что, их же реабилитировали указом Ельцина. Ну, это было время реабилитации. 91-й год, тогда реабилитировали всех и все. Нужна ли юридическая квалификация? Нужна ли какой-то общий национальный? Мы с вами не раз говорили в этой студии относительно процессов национального примирения, то, что происходило в Южной Африке. Мне кажется, вот здесь... Или война все спишет, гражданская война. Нет, нет, ну, это все-таки, да, надо понимать, вот, уже вот это вот, когда, там, сменили Александра Павлова, который как-то пытался сочетать военное подавление с каким-то нормальной политикой, да, командующей войсками, вот, сменили Тухачевским. То, это, то есть, Тухачевский приехал, то есть, решение было принято в конце апреля, Тухачевский приехал в Тамбов в мае 21-го года. Какая гражданская война? Уже, там, белых полгода нет, там, какие-то, там, еще что-то полыхает на Дальний Восток. То есть, это в чистом виде карательная операция. Это карательная операция, и там Тухачевский и его начальник штаба Кокорин так и говорили, что мы занимаемся, это, вот этот период, значит, мы сейчас разгромим, потом начнется оккупация. Оккупация, да. Вот, вот, следственный комитет, он любит заниматься историческими всякими преступлениями, но пусть займется расследованием преступлений против человечности. А как это по-иному квалифицировать? Это массовое взятие заложников, да, там из, там порядка 40 тысяч, по-моему, было вывезено население. И концлагеря, которые, вот тут вы принесли документ за подписью Веры Фигнер, известный, где она пишет о страшном положении заложников в московском концлагере. Это в Ладыкинске лагерь, это вот рядом со мной, вот с местом, где я сейчас живу. Где она пишет, так сказать, стариков свыше 60 лет 29 человек, малолетних до 17 лет 158 человек, между ними не достигших 10 лет 47 человек и 5 не достигших даже одного года. То есть годовалые младенцы в качестве заложников в концлагерях. Это, кстати, очень показательно. Там, в принципе же, в этом приказе, я вот видел в приказе, что беременных баб не брать в заложники. Все равно хватали, тащили. В общем, это страшная ситуация. И тут, конечно, любопытно, что на всем этом прошении резолюция ВЧК выступает против. Ставьте памятник Дзержинского. Выступает против, да. Ну что ж, мне кажется, что эти документы, спасибо, что вы их принесли. И мне кажется, важно, что этот разговор у нас продолжается. Разговор о столетии преступления против человечности, которое было совершено в Тамбовской губернии летом 1921 года. И мне кажется, что ему необходима юридическая квалификация, юридическая оценка. И это одна из черных дыр нашей коллективной памяти, которая должна быть закрыта. Это, наверное, не черная дыра, но это, наверное, история, которая не завершена. Ей не дана действительно... Ну, не черная дыра, а скорее минное поле, на которое боятся наступать, вокруг которого боятся ходить. Павел, спасибо за участие в этом разговоре. Павел Аптекарь-историк был у нас сегодня в гостях в программе «Археология. Прошлое». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова